Вперед! Навстречу приключениям! Смотрите в этом выпуске программы Алматы Лайф. Картины из эпоксидной смолы. Как и чем рисовать? Для работы в технике Redding Art подойдут такие поверхности, как дерево, стекло, органическое стекло, металл и пластика. При этом абсорбирующие поверхности здесь совершенно не годятся. Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами вновь самая захватывающая программа Алматы Лайф. А это значит, что настало время отправляться в увлекательное путешествие. А если вы готовы, пожалуй, начнем. В каждой программе мы стараемся рассказать вам только о самом интересном, открывая двери в неизвестное. И сегодня хотели бы показать одно из современных направлений. Если вы долгое время искали для себя то самое хобби, то, возможно, этот момент настает прямо сейчас. Садитесь поближе, будет интересно. Картины из эпоксидной смолы популярны уже во всем мире. Этот вид творчества весьма оригинален. Но требует ли он особого мастерства или сложных навыков? Давайте узнаем у профессионалов. С детства Рината обожала украшения. Любила уютно обставлять и оформлять свой туалетный столик или рабочее пространство. Еще тогда маленькой девочкой она знала, что то, как оформлена комната, напрямую олицетворяет ее внутренний мир и настроение. На самом деле, для того, чтобы стать художником по эпоксидной смоле, не нужно специального художественного образования. В моем случае это было бешеное желание. Это была любовь к красивым интерьерам, к уютным штучкам. И мне пришла идея изначально попробовать создать для себя это все. Красивые сделать подносики для колечек дома, подсвечники, чтобы они как-то отражали меня, чтобы они были эксклюзивные, что немаловажно. По образованию Рината Сафина переводчик, преподаватель английского языка. Переехав в Алматы около пяти лет назад, она и подумать не могла, что откроет для себя столь увлекательное хобби. Мы рисуем феном. То есть мы используем не кисточки, а у нас шпатели, которые помогают распределять смолу по поверхности. Это фен, который создает именно вот эти эффекты. И термическая обработка в конце газовой горелкой. То есть при повышении температуры все вот эти пигменты, они у нас всплывают на поверхность, вот эти золотые переливы, которые мы видим на картинах. Весь перламутр. И получаются вот такие вот мраморные, красивые, местами похожие на какие-то перья или, бывает, измененную чешую красивую. Такие натуральные мраморные разводы. Стремительно развивающееся направление в искусстве, которое представляет собой рисование эпоксидной смолой, приобрело мировую известность. Зародилось оно отнюдь не в Европе. Впервые подобные идеи реализовали австралийские художники. Затем техника создания рисунков перекочевала и на другие континенты. Для работы в технике резин-арт подойдут такие поверхности, как дерево, стекло, органическое стекло, металл и пластика. При этом абсорбирующие поверхности здесь совершенно не годятся. Эпоксидные смолы – это полимеры, которые состоят из двух компонентов – смолы и отвердителя. При их смешивании происходит химическая реакция, в результате чего жидкая смола постепенно затвердевает до состояния твердого пластика. Результат – ровная глянцевая поверхность. Такие картины очень здорово смотрятся в интерьере, а создать их, как вы видите, не так сложно. Создание картины из эпоксидной смолы – процесс, который, с одной стороны, кажется достаточно легким, а с другой – требует навыков, знания и опыта работы с материалом. Рината, расскажите, пожалуйста, как правильно подготовить поверхность для нанесения смолы? Все просто, достаточно обезжирить. Мы пользуемся этиловым спиртом. Сейчас как раз мы при помощи спонжика обезжирим поверхность. Очень важно, чтобы не было пыли, каких-то мелких частичек, потому что заливка у нас уже идет долгосрочная. И важно хорошо, правильно подготовиться. И перед этим выставить работу по уровню. То есть вот сейчас мы поставили полностью поверхность, стол, всю заливку по идеально строительному выставленному уровню. И уверены в том, что заливка получится ровной, идеальной. Важно подготовить не только пигменты, настроение и вдохновение. Важно убедиться, что под рукой есть весы, при помощи которых мы замешиваем четкие пропорции, потому что это гарант успешной красивой работы. Сейчас мы будем с вами заливать шамаиль. Это оберег с именем Аллаха. Он используется в домах для защиты от негатива, от сглаза. Сейчас посмотрим с вами, с чего складывается. Ну, давайте приступим. Да, для этого нам нужно будет 150 грамм смолы. Я использую смолу средней вязкости. Она используется на заливках, на картины, на часы различные. Для заливок в молды, возможно, видели подстаканники, подсвечники, используется более жидкая смола. И время застывания порядка 72 часов. В нашем случае это гораздо быстрее, порядка 48. И сейчас, для того, чтобы у нас получилось 150 грамм, мы берем две части смолы. Как раз мне нужна будет сейчас ваша помощь. Наливаем из бутылька с основной смолой 100 грамм. Далее добавим второй элемент, элемент В, в пропорции 2 к 1, одну часть 50. И начнем замешивать состав. Держите, это вам. 100 грамм. Итак, друзья, попробовать свои силы на поприще художника может каждый желающий. Все, что нужно для рисования, это двухкомпонентный состав эпоксидной смолы, включающий в себя сам материал и отвердитель, а также подходящее пигментирующее вещество. Интересно, что не всякая эпоксидная смола подойдет для создания картин. Специальная смола для резин-арт загустевает в результате смешивания с отвердителем, дающим оптимальную вязкость, предохраняющим изначально созданную картину от растекания, не образующим бересоватые полосы при высыхании. Оба компонента смешивают в пластиковых стаканах, предпочтительно после окрашивания. В маленьких емкостях меньше вероятность закипания смолы, насыщение ее пузырьками воздуха, что сказывается на конечном качестве работы. Смола получилась однородная, она готова к смешиванию с пигментами. Сейчас мы ее будем разливать по стаканам, смешивать с кресителями, и далее будет самое интересное. Когда мы смешиваем пигменты, мы используем чистые, это по принципу, когда мы в сахар, да, стараемся мокрой ложкой не попадать, чтобы не создать кристаллики. Нам нужно будет взять белый пигмент чистым шпателем, как раз-таки с баночки. Как на кончике ножа можно, и в стакан замешивать можно, прям сразу мочать. Красители добавляются следуя оговоренной инструкции пропорции, иначе состав будет плохо отвердевать. Дополнительно используют пигментные порошки, серебро, бронза, золото, люминофоры и глиттеры. Так, далее теперь нам нужно сделать то же самое, но с розовым пигментом. Там все гораздо проще. Пигменты бывают как жидкие, так и сухие. Перламутровые в основном они у нас идут сухие, а те, которые без перламутра, они идут жидкие, поэтому мы делаем иногда микс. Мы сейчас смешали все ингредиенты, и мы будем рисовать смолой. Так как заливка у нас должна быть 2 мм в толщину, мы сейчас будем помогать ей распределиться. При помощи шпатина, да? В данном случае при помощи фена, и в классическом случае с феном. Мы взяли в руки фен, и, собственно говоря, чем он нам сейчас поможет? Нужно запомнить работу, как она выглядит сейчас и какая она станет после фена. У нас получатся красивые мраморные переходы. Мы сделаем такую термообработку, которая поможет нам поднять пузырьки все на поверхность и пигменты. Так, теперь наши торцы почти все готовы. Давайте еще раз их все по краям пройду, посмотрю. Все отлично. Запечатали? Супер. Теперь, смотрите, какие классные получились переходы, да, вот эти ячейки. Мы будем делать рисунок, то есть еще есть возможность растушевать, на самом деле, то, что не прошло. По принципу теней, вот когда мы мейкап делаем, да, глаз, то есть нам важно, чтобы не было четких явных линий. Теперь, получается, нам нужно пройти просто по торцам, собрать вот эти пляксочки. Они у нас в процессе будут, и, конечно, все будет потом шлифоваться. На данном этапе мы можем сделать, теперь взять газовую горелку и пройтись. Это, по сути, просто пистолетик, зажигалка, которая на вот таком расстоянии, вот смотрите, как она круто поднимает всплывающий весь пигмент наверх. Сейчас я вам дам. Видите, как красиво? Все золото поднимается. Наша задача пройти так по всей работе, но долго не задерживаться, максимально быстро. Лучше 2-3 раза пройти, но быстро. И далее уже можем сейчас, если нас все устраивает по растушевке, обычно горелку делают уже после фена. Если все окей, мы можем снимать перчатки и приступать уже к красивой части, которая связана с декором. Сейчас мы наносим основную надпись. Нам нужно ее максимально четко и ровно положить. Благодаря огромному желанию нашей героине удалось достичь немалых результатов. И сегодня, работая в одном из арт-пространств Алматы, которая, к слову, объединила под одной крышей арт и йогу, Рината Сафина является опытным мастером. И абсолютно каждого может научить этому направлению. Ребята, посмотрите, какая красота у нас получилась. И я уверена, что через 48 часов эта картина будет просто восхитительной и украсит любой интерьер в вашем доме. В целом, мастерская, в которой мы сегодня побывали, обогатила наш внутренний мир. Подарила не просто вдохновение, но и энергию на новые свершения. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Увидимся в это же время, но, правда, уже в другом месте. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok